Нервная система человека так устроена, что он не стремится к хорошему, а уходит от плохого. То есть вы больше на человека, как на кусочек мяса смотрите. Страх неизвестности, отсутствие власти над информацией, приводит к тревоге. Напиздив так же аж сам поверить. Всем привет, друзья. В гостях у нас Спартак-суббота. Несмотря на то, что сегодня понедельник, мы снимаем сюжет с психиатром. Давай для начала объясним, может быть, людям разницу. Между психиатром, психотерапевтом и психологом. Да, совершенно разные профессии. Дело в том, что задача психиатра, во-первых, психиатр это, как правило, медицинское образование. Не как правило, а по факту. Хотя психологи, например, есть тоже врачи-психологи. Кто-то где-то в комментариях спорил, что нет врачей-психологов у нас, ребята. Есть врачи-психологи. Есть врачи-психотерапевты, врачи-психологи и врачи-психиатры. Психиатр это медицинская, скажем так, парафия. Она занимается выпиской медикаментозного лечения. Плюс психотерапия, если у них есть дополнительное образование в этой сфере. То есть вы больше на человека, как на кусочек мяса смотрите все-таки. Как на набор смотрите. Вы его меряете, измеряете. Да-да-да. И, ребята, вот что важно сразу понимать, отличая психиатра от психолога и психотерапевта, психиатр работает всегда с патологией. То есть, когда приходишь к психиатру, он смотрит, есть ли патология. Когда приходишь к психологу, он работает с нормой. Более того, психолог не имеет права лечить. Если у человека психологическое образование, он говорит, я лечу. Это такое, самодеятельность. Он не может лечить, у него нет права на лечение. Психолог может только консультировать. Психотерапевт же проводит лечение с помощью техник. Но если он врач, он может также еще и лекарства выписывать. То есть задача психотерапевта, в зависимости от того, в каком он подходе работает, есть разные подходы, но доказательные, скажем так, подходы, которые относятся к доказательной медицине, это всего несколько таких подходов. И... Алис, мы снимаем уже. А ты камеру перекрыла. Серьезно? Да. Да, то задача психотерапевта лечить с помощью техник разных подходов, в зависимости от того, в каком подходе он работает. Есть всего несколько техник, которые считаются Всемирной Организацией Здорового Хранения валидизированными, которая работает, которая эффективна. То есть научная медицина. Все остальные это так, которые работают или не работают. Каждый человек сам себе принимает какое-то решение, идти в эту терапию или нет. Поэтому, простыми словами, психолог консультирует и изучает просто параметры человека здорового. Психотерапевт лечит расстройства и патологии. Психиатр определяет патологии и лечит патологии с помощью медикаментов и терапии, если у него есть терапевтическое образование. Вот такая вот история. Так, ну хоть с этим прояснились уже хорошо. Расскажи про ваш институт. Вот, то есть чтобы так чуть-чуть просто... Я зачем все это делаю? Чтобы люди чуть больше понимали масштаб вообще, как бы твоей экспертизы, вот, и как бы то, что из твоих слов можно будет потом достать. Я научный руководитель института когнитивного моделирования. Это институт, который занимается многими областями. Не только психотерапией и психологией, но в том числе и социологией, изучением коммуникаций во всех сферах. Какую, допустим, человек выбирает политическую направленность. Какая у него, допустим, социальная позиция. Диджитал, то есть разработка всяких там приложений, в том числе для психологии, которая занимается изучением средств массовой информации и так далее. И занимается также прогнозированием с помощью исследований. То есть мы занимаемся еще исследованиями социальными, социологические исследования и психологические, в области психологии, психических явлений и так далее. Я научный руководитель этого института один из соучредителей этого института. И в данный момент мы занимаемся и исследованиями, и терапией. То есть лечим людей, помогаем, скажем так, модифицировать свое поведение, улучшить качество. И изучаем, скажем так, население. То есть мы изучаем, почему есть те или иные проблемы, какие проблемы актуальны. То есть исследования, терапия, модификация, все направления, связанные именно с научной деятельностью. Причем у нас именно прикладная. То есть мы не просто изучаем, как, знаешь, есть институт статистики. Да, то есть его задача просто изучить сколько, как и все. Мы изучаем сколько, как, почему, что нужно сделать, чтобы предотвратить и предотвращаем, собственно говоря. Или там уже меняем. Те условия, в которых мы сейчас оказались. Ты про карантин. Я про карантин, да, про изоляцию, про все вот эти вещи. То есть я вижу так, что это заставит людей столкнуться с их нерешенными задачами. То есть они сейчас с ними прям, они зазвенят с такой силой, что их надо порешать. Я увидел твой пост, что ты консультируешь людей. То есть я, насколько я правильно понял, это такая волонтерская деятельность. То есть это без... Безоплатная, да. Да. В связи с этим у меня два вопроса. Первый, самый большой, я думаю, это вот основной вопрос эфира. То есть это какие основные проблемы сейчас поднялись и что с ними можно делать. Вот. И второй, такой скорее, это лично мне просто интересно, я не очень верю в волонтерскую деятельность в плане того, что у человека хватит ресурса какого-то. Я верю, что должен быть обмен. Вот. То есть как ты это устроил. То есть или у тебя как-то базовый вход такой, да, что там условно, ну человек в критическом каком-то состоянии, ты там одну-две сессии с ним говоришь, а потом уже он идет в вольный оплату. Ну, я понял. То есть как это происходит? На самом деле, начну с ответа на второй вопрос. Да. Во-первых, это называется онлайн-марафон. Провожу я его раз в неделю, если сильно большая загруженность, раз в две недели. И происходит он следующим образом. 18 пациентов в день, то есть это 9 часов, по полчаса на человека, могут записаться. И с каждым из них, вот без прерыва, там с утра до вечера, я провожу по полчаса консультации. Это не терапия, а консультация. Я узнаю, что, какие патологии, какой запрос, даю базовые рекомендации, которые можно быстро дать. Либо скидываю какой-то материал, который почитать, или как, допустим, есть некоторые техники терапевтические, которые у меня уже готовы, там, допустим, в табличках, я им скидываю, и они могут ими пользоваться, немножко улучшить качество своей жизни. Типа не некоторые какие-то шаблончики. Самопомощь такая, да, вот такие, правильно ты сказал, шаблоны. То есть такие наработки. Либо впоследствии говорю, к какому специалисту обратиться. Это полностью безоплатная история. Мотив мой каков? Я хочу, чтобы люди, которые у нас на территории Украины, объединились, то есть я сделал посты по этому поводу и написал, что все желающие могут обращаться, и мы делаем такое небольшое комьюнити, как мы думали небольшое, сейчас очень много людей в него вошло. Сколько? Ну, я думаю, больше 400 человек уже. Большое комьюнити, которое тоже, люди, которые являются психологами, психотерапевтами и психиатрами, которые тоже на безоплатной основе оказывают пару часов в неделю, не надо там весь день в неделю, пару часов в неделю оказывают людям по желанию психологическую помощь. То есть люди могут к ним обратиться, и это будет безоплатно. Почему я это делаю? Во-первых, количество, это превентивные меры. Когда закончится карантин, сейчас у людей просто реально нет денег на психотерапию, потому что психотерапия нынче это дорого, потому что это наше здоровье. И когда у людей нет денег, они просто реально страдают. И впоследствии вероятность того, что они обратятся к психотерапевту, будет маленькая. Все пойдут уже, знаете, в больницу. Ну, мозг уже переключится на другие задачи. Да. И сейчас это возможность сделать хороший задел на будущее для своего психического здоровья. Это увеличивает психологическую грамотность. Во-вторых, это позволяет людям узнать бесплатно на себе, что реально психотерапия, это нужно, и это работает, потому что у нас, мы уже с тобой как-то обсуждали, что у нас люди боятся психотерапии. У нас люди говорят, типа, так какая психотерапия, я пообщаюсь с другом и все остальное. Так это не работает. Люди понимают, как это необходимо, и в-третьих, понимают, что это не страшно. То есть, и вот моя задача какая? Популяризация психологии и психотерапии, и психиатрии в Украине. То есть, я хочу, чтобы люди понимали, что все слово психо, это окей, это не страшно, потому что это необходимо. Прикольно получается, что полчаса это такой достаточно экологичный способ, простой соприкоснуться с этим. То есть, не надо никуда ехать, не надо как в фильмах сидеть на расстоянии, или там как-то представляешь, что там лежат на диване. Да, да, на кушетке уже никто не пользуется. Да. Это онлайн, это онлайн, да. Люди записались, и что интересно, многие, конечно, всем помочь не удается, потому что я сейчас буду отвечать на твой первый вопрос. Я буду отвечать на твой первый вопрос. Люди идут на контакт. Идут, очень многие, ну, я не знаю, в течение 30 минут и полная запись. То есть, 18 человек в течение 30 минут, кто успел, там, перепустили, там, 18 человек сразу же записываются, вот прям моментально. Кто-то после этого обращается снова за помощью, ждет, когда будет еще такой там день, да, они записываются. Кому-то я рекомендую обратиться, там, с другим специалистом, да, кто, я знаю, кто сейчас тоже берет еще так дополнительно. Я же говорю, мы сделали такое некое комьюнити. Отвечай на твой первый вопрос, переходя со второго. Дело в том, что очень много проблем, связанных с тревогой. Люди очень тревожатся. И есть много разных тревожных расстройств. Все привыкли, что тревожное расстройство, это типа просто тревожно. Нет, есть разные. Начинает фобический. Это правда вообще классификация. Да, есть от фобических расстройств до панических атак и так далее. И сейчас самое распространенное, это первое, это панические расстройства, то есть панические атаки на фоне тревоги за здоровье. Второе, это тревога за здоровье. Раньше назывался ипохондрия, но сейчас говорят, что нельзя называть ипохондрия, потому что это стигматизирует. Ну, условно, это ипохондрия, то есть тревога за здоровье. И третье, это генерализованное тревожное расстройство. Что такое генерализованное тревожное расстройство, простыми словами? Это тревога о неизвестности, тревога неопределенности, то есть грубо говоря страх за будущее и они очень понятны, тревога о здоровье понятна, паническое расстройство, люди сидят дома интерпретируют свои симптомы и у них начинается паническое расстройство, там есть механизм как это работает, ну это скажем так эндокринологическая основа, то есть человек переживает, у него выделяются гормоны, гормоны влияют на нервную систему и у него случается паническая атака. Это не болезнь, у кого есть панические атаки, я хочу чтобы люди понимали, что вы от этого не умрете, точно, никто не умирает от панических атак, просто так нервная система борется с раздражителем, с нетипичной ситуацией. И третье, это вот то, что люди сталкиваются с тревогой о неизвестности, никто не знает, что будет после карантина, многие потеряли работу, у кого-то сейчас кто-то потеряет или вот-вот потеряет, либо уже потерял жилье, отношения рушатся, потому что многие люди находясь 24 на 7 в одной квартире, если она еще там небольшая, у людей уже начинаются конфликты друг с другом, то есть вот это основная такая основа каскад проблем. Проблемы в семье, конфликты, будут повальные разводы после карантина, мы еще с ним столкнемся и недовольство происходящим. Из-за социальной изоляции депрессивные эпизоды начинаются, люди устают, они не могут все время сидеть дома, более того, раньше мы были активны, у нас вырабатывался серотонин и дофамин. Активность упала, количество серотонина и дофамина упало, а следовательно упало и качество сна, потому что эти гормоны между собой связаны. Единственный источник поступающей информации он наполнен пугалками. Да, да, и люди постоянно, более того, а если даже и не наполнен вот этими вот кошмарными фактами, да, люди, есть такое когнитивное искажение, у тебя даже книжка есть про когнитивные искажения, очень люблю, респектую этого автора, когнитивное искажение, которое называется селективное мышление, выборочное мышление. То есть человек выбирает только ту информацию, которая пугает его, потому что нервная система человека так устроена, что он не стремится к хорошему, а уходит от плохого. Человек на физиологическом и на психологическом уровне не столько стремится к благополучию, сколько от угрозы. Это так работает, это эволюционный механизм. То есть выживал больше тот, кто избегал конфликтов, чем тот, кто стремился к чему-то хорошему. Интересно, да. И, наверное, вот эти, тот самый процент вот этих людей с проактивной позиции, это как раз те люди, которые умудряются обмануть, грубо говоря, систему. Да. Они идут на возможности, а проигрыш их там не особо пугает. Верно. Какое-то время, по крайней мере. Да, да, да. Это правда. Окей. И что бы ты выделил вот прям, если так можно говорить, топ? Ну вот приходят люди, вот что у них самое такое? Тревога о здоровье и генерализованная тревожная. То есть все-таки на первом месте боязнь за здоровье, а не боязнь за экономическую как бы составляющую. Да. Люди, даже те, кто, вот я заметил, те, кто никогда не были тревожными, сейчас реально паникуют. Вот для меня даже удивительно. У меня там был знакомый, который, ну прям вообще упала шаурма на пол, ну ничего, обдул и съел, да, там настолько порог у него, вхождение высокий, а вот тут… Что же с теми, кто даже шаурму не ел? А те, кто вообще и так постоянно тревожились, для тех это вообще проблема. Сейчас люди, у которых была тревога о здоровье, сейчас прям сильно-сильно переживают и качество жизни очень ухудшилось, вплоть до агорофобии, ну страх выйти на улицу, люди боятся выйти на улицу, социофобия, да, то есть не боятся опозориться, но боятся контактировать, вдруг заболеет. Ну то есть много разных проблем, связанных непосредственно с тревожным… Что рабыть? Обращаться сейчас, как я уже говорил, мы организовали там большое количество психологов и психотерапевтов, можно найти выходы на бесплатные консультации, если нет денег, а денег у людей, как правило, сейчас нет, потому что либо потеряли работу, либо работают там за свой счет, либо на удаленке и порезали им зарплату, потому если нет финансовой возможности обратиться к психотерапевту, что очень важно, к психиатру или психотерапевту обращаться это обязательно в данной ситуации, потому что ваше психическое здоровье, оно влияет и на физическое. Конечно. И вот либо обращаться к таким специалистам, либо находить волонтерских, скажем так, волонтерски настроенных и обращаться к ним. Да, первый, второй, третий могут попасться вам не очень хорошие специалисты, но пробуйте, тем более, что есть сейчас возможность бесплатно пробовать и вы найдете то, что вам подходит. Как человек может понять, что ему было лучше поговорить со специалистом? Потому что тут тоже как вот, есть ли какой-то там метод самодиагностики? Да. Потому что сейчас есть люди, которые с удовольствием себе ставят обсессивно-компульсивное расстройство. Биполярное расстройство, биполярка. Это вообще сейчас очень модно, если ты ничего не умеешь, ты бездарный и у тебя там допустим нет никакой цели в жизни, ты ничего не делаешь, то сейчас вот это вот так называемый креативный класс, которые ничего не производят, а которые просто, ну то есть даже их искусство не является там продуктом, да, они просто мыслители. им легче назвать свое бездействие как-то как биполярка, вот у меня депрессивный эпизод, а потом у него вдруг появляются деньги, у него начинаются маниакальные эпизоды, он счастливый и все классно, и в депрессивном, и в маниакальном они не могут работать, видите ли, потому что вот такой симптом, потому нет, это не всегда биполярка, чаще это не биполярка, чаще это просто проблемы воспитания. Жесть какая, я вообще на это смотрю, у меня чуть-чуть… Ну, у доступа к информации есть плюсы, есть и минусы, конечно. Да, так вот самодиагностика, самый простой метод, это если вам или людям рядом с вами дискомфортно, это очень просто, тут не надо быть специалистом. Если вы чувствуете, что вам не окей или если там чувствуете, что окружающим с вами не окей, обращайтесь за помощью. А вот эти люди, знаешь, которые уже ищут алгоритмы, они знаешь, как в фильме этот «Игры разума», там у них уже стенка обвешана, ниточки там от одних данных к другим, которые следуют статистику, создали Excel, нарисовали графики, короче, которые пытаются типа контролировать эту ситуацию. Вот, насколько это разумно вообще в принципе? Есть такой деструктивный режим, называется служба безопасности, когда человек пытается предвидеть все возможные негативные последствия. Все предвидеть нельзя, но быть готовым к негативным последствиям имеет смысл, то есть можно готовиться к этому. Баг Bunco, если это не влияет на их качество жизни, если они себя при этом не сильно ограничивают, если они не тревожатся, если тревога не влияет на их состояние, если они никому не мешают, ради бога прогнозируйтесь идите времени куча, рисуйте себе эти графики и планы, это не всегда проблема, но если пройдет карантин и все что вы будете делать в своей жизни – это просто продолжать прогнозировать худшие исходы, не будете делать ничего в том, чтобы реализовать свое качество жизни и улучшить его – это патология. Мы даже снимали сюжет, и я ходил на улице. Ну что, вот и пришло время выполнить хотя бы одно активное действие. И тебе немножечко взбодриться, потому что ты дошел до этого момента и наверняка уже расслаблен. Поэтому мы графикой прямо тут, прямо здесь, прямо сейчас показываем тебе действие, которое надо выполнить для того, чтобы подписаться на канал и не пропустить то, что будет дальше. Потому что здесь много гостей, которые реально несут серьезную миссию в этот мир, делают его круче. И для того, чтобы не тупить и порешать кучу задач в своей жизни, имеет смысл быть подписанным. Я спрошу у людей, вы смотрите новости на тему коронавируса? Они там, да, да, следите за этим. Да, конечно. Зачем? Я, чтобы обезопасить себя, семью. Я говорю, круто, что вы сделали? Типа, что, какие действия вы предприняли? И там ответ всегда ничего. То есть человек просто... Чаще всего ничего. Откуда вот эта страсть, ну, люди же все равно продолжают смотреть. То есть им страшно, и они ждут, когда им скажут, что все хорошо. Сейчас объясню, очень простой, причем, внимание, нет никакой магии. В этом нет никаких, это никак не относится к каким-то там гороскопам или какой-то магической чуши. Все очень просто. Чем дальше мы от источника информации, тем выше уровень тревоги. Есть три ключевых страха. Страх смерти, понятно. Страх быть изгнанным из группы, потому что он знаменовал смерть. И страх неизвестности. Это три ключевых страха человека, которые всегда есть. И на которых держатся все остальные страхи. Быть уволенным, это значит страх неизвестности, или, допустим, страх быть изгнанным из группы. Или страх смерти, который впоследствии вытеснен в день. То есть все люди сводят в итоге все свои страхи к этим трем. Страх неизвестности, отсутствие власти над информацией, приводит к тревоге. Потому что тревога – это беспредметный страх. То есть это страх неопределенности, грубо говоря. То есть мы не знаем, что точно будет, и вот испытываем тревогу по поводу неизвестности. Потому потребность в контроле над происходящим, в том числе над ситуацией, это биологическая потребность для обеспечения себе безопасности. А безопасность – это одна из базовых потребностей. То есть получается, что внешние все опоры, они рухнули. То есть если кто-то верил, что в его жизни все решают, там бабки, там, или положение, или еще что-то, то вроде это все полная чушь, и он как бы сейчас с этим столкнулся. В том числе и наши небожители, которые теперь в Израиль не полетят, а полежат немножко в наших клиниках и охренеют. То есть опоры все рухнули. И получается, что человек ищет новую опору, да? То есть он пытается как-то этот процесс для того, чтобы он себя лучше чувствовал. И единственный вопрос – это просто, наверное, перестать это делать. Есть иллюзия того, что если ты точно что-то хорошо знаешь, то ты можешь это предвидеть или избежать. Но сколько мы не изучали смерть, сколько не было придумано разных концепций про реинкарнацию, про рай и ад, мы смерть не побороли. То есть важно понимать, что если вы тратите на что-то силы, энергию, физическую или там, допустим, интеллектуальную, то это должно приносить какие-то плоды. Всю жизнь готовиться к чему-то, и это как у меня знакомый занимается боксом, он говорит, вот я занимаюсь там боксом, на самом деле я ему объясняю, что типа это не сильно полезно, если ты не профессионал, то есть если ты не выступаешь и не зарабатываешь на этом деньги. Он говорит, а вдруг в жизни там случится такое, что там придется за себя постоять. И тут я задаю вопрос, когда последний раз ты дрался на улице, тебе пришлось это применять. Он сказал, это было, говорит, там несколько недель назад, я говорю, кто был провокатором? Говорит, я был провокатором. То есть он спровоцировал драку, потому что ему нужно куда-то реализовывать эти знания. Палка раз в год тоже стреляет. Да, ему нужно реализовать эти знания, этот навык, и он сам является провокатором, ходит и ищет где-то угрозу. Я уже даже не помню, когда у меня последний раз был вообще конфликт, не то, что там драка какая-то, а какой-то конфликт на улице. То есть это, как правило, всегда этого можно избежать. Потому все время к чему-то готовиться, положить пол жизни на то, чтобы готовиться к тому, что может никогда не произойти. Заработать себе какой-нибудь, я не помню, как называется этот синдром, который у американских футболистов, боксеров, кстати. У них там голоса не слышат, там вот эти вот все. Там уже и галлюцинаторные синдромы, параноидные тенденции. Забыл как называться. В общем, даже про эту тему сняли. Когда человек вот так вот живет все время, просто придет к тому, что... Знаешь, как сознание определяет бытие. То есть один и тот же человек, вот допустим, этот парень конкретный, который занимается боксом, и любой другой, который занимается искусством и верит, что у него биполярка. Вот они посмотрят на одного и того же человека, второму будет вообще все равно, а первый будет выискивать в нем. И если они соприкоснутся, то первый, который готовится к атаке, он скорее всего, он будет выискивать атаку в том, что говорит тот человек, а второй нет. И просто статистически он найдет применение своим навыкам, ну и ему очень... Это называется «Самосбывающееся пророчество». Это тоже одно из когнитивных искажений, опять отсылка к этой книжечке. Книжка Даниэла Каннемана, классная книга «Думай медленно, решай быстро». И вот там тоже рассказывается про самосбывающееся пророчество. Человек, который ходит и ищет приключений, он их находит. Все очень просто. Но на самом деле в этом мало смысла. В принципе в физических конфликтах я смысла не вижу. Ну подрался ты, ну причинил вред кому-то и сел в тюрьму, если закончилось все плохо. А если плохо не закончилось, административный штраф или еще какая-то зачем? В чем смысл? То есть мало пользы. Люди защищают свою позицию. Они там верят в себя сильного там, да, например. Позиция это выиграет. А человек... Пострадает, да. Немножко пострадает. Так, хорошо. Скажи, а вот мне интересно лично твое мнение. Вот дурацкий может быть вопрос, но как ты думаешь количество жертв, людей пострадавших от вируса непосредственно как от болезни и количество людей, которые пострадают от не связанных с этими вещами. То есть домашнее насилие, там, вот психологические, экономические всякие последствия. Как думаешь, второе уже перевалило? Несоизмеримо и даже в первые недели. Даже нет смысла считать, вот факт просто несоизмеримо. Потери очень серьезные. Это не повод избегать карантина, да, то есть это не повод наплевать на рекомендации. Но факт остается фактом. Конечно, были бы значительно худшие последствия, то есть они были бы хуже, если бы люди игнорировали условия карантина. Понятно, нас и так многие игнорируют, но если бы все игнорировали, были бы последствия значительно хуже. И если они, допустим, потеряли в деньгах, потеряли, там, допустим, у них появились какие-то тревоги или какие-то там расстройства тревожного характера, это все чинится. А жизнь, если ты ее потерял, и здоровье, если ты очень сильно его нарушил, потом уже вернуть крайне сложно. Потому, если такой вот вопрос будет возник, актуальны ли меры карантина или нет, скорее да, чем нет. Не, я тоже считаю, что все актуально, как бы, и все, я вообще на их стороне, все круто. Но, конечно, оно должно сопровождаться какими-то поддержкой со стороны государства, которая у нас, конечно, вряд ли будет. Я хотел у тебя вот что спросить. Какие могут быть рекомендации человеку в текущем время, который помимо того, что обратится к специалисту, помимо того, если он чувствует себя плохо, если ему нехорошо, если он там постоянно сидит смотрит новости, то есть вообще просто выключить это нафиг. Или задать себе вопрос, что я с этим делаю, что дальше, ну вот как, что, что можно? Во-первых, дистанцирование от самодиагностики. Прекратить диагностировать себе разные заболевания. Один раз обратиться к врачу, если он говорит, что все хорошо, длительный период можно не обращаться. То есть не заниматься самодиагностикой. Это проблема. Люди начинают, приведу пример, там человек начинает, допустим, говорить, вот я, наверное, заболел. Начинает пальпировать там какие-то участки тела, ну типа трогать, замерять что-то, мерять температуру. Это ринчоса ленты ФВБ и начинает болеть горло, проверено. Да, например. Ну серьезно прям. Да, человек утомляется. Из-за этого организм, температура тела при тревоге увеличивается. Это естественно. Вырабатывается кортизол, он разрушает, он катаболик, разрушает ткани. Из-за этого появляется больше энергии, а больше энергии, что увеличивает температуру тела. Человек смотрит 37,2, значит заболел. Начинает гуглить симптомы. Так, там легкое головоокружение, тут покалывание в колене, тут еще что-то. Начинает это интерпретировать как какое-то серьезное заболевание. Тут в плечи и в лопатки потянуло. И начинает думать о том, что у него что-то происходит. Начинает надумывать, паникует, гуглит еще другие симптомы. И получается, что ставит себе диагноз. И продолжает все время пальпировать одну и ту же часть. Конечно, если ты ее постоянно пальпируешь, конечно она воспалится. То есть, ну, понятное дело, ты постоянно... Это все равно нужно постоянно проверять. На пиздив так же аж сам поверить. Да, да. То есть, само сбывающееся пророчество опять-таки. И вот человек постоянно начинает прибегать к этой самой диагностике, а он еще слушает тревожные новости. Ребята, кому хоть раз из вас в жизни помогли тревожные новости? То есть, это не работает. Я не говорю, что нужно слушать только положительное. Слушайте полезное. Ну, специалистов. Слушайте профессионалов. Да, читайте там рекомендации МОЗ. Изучайте что-то полезное. Учите какую-то новую информацию. Потому что если ты спрашиваешь по поводу рекомендаций, то очень просто. Перестать заниматься самодиагностикой. Обратиться один раз к врачу, если вас что-то беспокоит. Если он говорит, что все окей. Перестать заниматься вот этой ерундой. Перестать смотреть постоянно негативные новости. Я не говорю, что нужно смотреть положительные новости. Просто перестаньте, в принципе, смотреть эти новости. Исследуйте рекомендациям на основном источнике. То есть, на доказанном источнике. Там же обманывают. Там же правды не говорят. Ты же понимаешь. Тогда лучше нигде не смотрите. Ничего не смотрите. Вот такая рекомендация. Ничего не смотрите. Важное что-то мы узнаем точно. Развивайтесь в области физического здоровья. Как? Вы не можете, допустим, там делать. Ходить в зал. Это понятно. Растягивайтесь. Йога, пилатес. Все, что не травмирует. Все, что может только, скажем так. Делайте упражнения, которые вам безболезненно делать. Которые впоследствии там улучшают ваше самочувствие. Изучайте что-то новое. Хотя бы почитайте про то, что такое, в принципе, инфекция. У нас люди не понимают, что инфекция есть разная. Есть вирусная. Есть бактериальная. Как это работает? Если вы ходите на улицу, меняйте маски. Перестаньте пользоваться одной маской всей семьей. Блин, я уже не могу, устал людям это доносить. Если вы носите маску только потому, что так написано, насколько это полезно? Носите маску так, как нужно. Если ты что-то делаешь, делай это хорошо и правильно. Ну, то есть, в общем, вот такие основные рекомендации, которые как минимум снизят количество тревожной информации в жизни человека. Как психиатрия относится к медитации? Смотря какой. К mindfulness есть такая техника, медитативная техника mindfulness. Называется техника осознанности. Очень положительная. Что они смотрят там на дыхание? Они следят за дыханием. Mindfulness может быть чего угодно. Mindfulness может быть где угодно. Есть mindfulness вождения. Можешь ехать в машине. То есть концентрация на процессе каком-то полностью прям на... Там, если ты ведешь машину, там, коробка передач. То есть ты слушаешь всю машину, как руль поворачивается, следишь за дорогой. То есть это прям, простыми словами, некоторые люди называют это состояние потока. Когда ты полностью погружен в какой-то процесс. Вот такая есть медитация mindfulness. Она очень простая, ее можно применять везде. Это несложно, не нужно годами ее практиковать, чтобы наконец-то ее там овладеть этой техникой. Она имеет большое количество доказательной базы. Очень много информации и огромное количество исследований, которые говорят о ее эффективности. Есть исследования, которые говорят о ее негативной стороне. Например, когда человек применяет только mindfulness и избегает реального лечения. То есть есть ситуации, где mindfulness как к мертвому припарка. Но в большинстве случаев к mindfulness технике психиатрия, психотерапия относятся очень положительно. Сейчас почти во все протоколы терапии, когнитивно-поединической терапии, которые являются терапией первой оси. То есть самое главное. Вот основа, если это единственный подход терапевтический, который оплачивается по страховке. Единственный метод, который работает и признан Всемирной организацией здоровья. Даже так? Да. Ух ты, это происходит. То есть все остальные, там психоанализ и все остальное ситуативно. То работает, то не работает, не всем подходит. КПТ работает, ну когнитивно-поединческая терапия работает, имеет доказательную базу. Единственный метод во всем мире, который оплачивается по страховке. Делайте выводы. Делайте выводы, ни одна страховая не хочет платить лишнее. То есть если они уже денежками готовы на это забиваться, то это точно работает. Так вот, она еще и краткосрочная, а не годами. То есть все привыкли, что нужно годы ходить к терапевту. Не так. Так вот, включена во все протоколы. Работа с любым расстройством. От депрессивных до тревожных, до обсессивно-компульсивного расстройства. А можем попробовать людям объяснить, что происходит? То есть если вы, я так понимаю, вы, я имею в виду, ученый мир, который что-то меряет датчиками и составляет какие-то протоколы, что конкретно происходит? Происходит следующее. У нас есть, простыми очень словами, у нас есть мозг и у него есть разные центры. Это очень понятно. Каждый мозг, как в машине, каждая деталь отвечает за разные, скажем так, задачи. Выполняет разные функции. У нас есть, скажем, центр, который отвечает за тревогу. Он постоянно сканирует окружение и он тревожится. Это миндалевидное тело. Их две штучки. Одно из них отвечает за природные страхи базовые. То есть, скажем так, те, с которыми рождается человек, а другое за выученность. Так вот, вот это миндалевидное тело, вот эти миндалевидные тела, они постоянно отвечают за поиск угрожающих стимулов, за тревогу. Лобная доля, лобная кора, которая отвечает за волевые акты, за отсеивание ненужной информации, за логические процессы. Она тебе это все объясняет? Да, 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 простыми словами, да. Лобная кора, она отвечает за вот это вот. Думает. Простыми словами, да. Ну, много процессов задействуется, вернее, много участков задействуется во время процесса мышления. Но вот именно она отвечает за логику, то есть за самый конструктивчик, это отвечает она. И что происходит? Когда вы фокусируетесь на каком-то объекте, то есть когда вы применяете технику mindfulness, центр, который отвечает за тревогу, резко снижает свою работу и увеличивает работу лобной коры. В то время, когда вы тревожитесь, наоборот, лобная кора, которая отвечает за логику, работает хуже, а центр тревоги работает лучше. Простыми словами, когда мы выступаем на людях и тревожимся, нам очень сложно говорить, мы запинаемся, допускаем ошибки и так далее. Во время тревоги нам сложно принять разумное решение, основываясь на логике. Mindfulness помогает снизить, скажем так, интенсивность работы центра тревоги и улучшает работу центра анализа, аналитический центр. Интересно, просто по личному опыту, то есть я практикую достаточно давно, я заметил такую штуку, что как будто вот это расстояние между раздражением и моей реакцией, оно как будто становится больше, и я могу выбирать. То есть у меня есть больше времени, чтобы его рассмотреть. Да. То есть если бы раньше я включился моментально, то сейчас я так, что мне нравится, это не нравится. Да, верно. То есть это такой зазор на возможность отреагировать адекватно ситуации. То есть получается вот эта рациональная составляющая, она, ну если как на мышцу на нее посмотреть, она становится более развитой. Это правда, и там реально увеличивается плотность нервных связей, то есть она реально качается. Круто. Слушай, ну ты меня удивил прям, что даже, даже страховка это оплачивает, это прям очень серьезно. Внимание, именно когнитивно-поведенческая терапия, это очень важно. Ну я понял, да. Это доказательный метод, потому что люди привыкли пользоваться разными подходами. И внимание, опять-таки, не говорю, что они совсем не работают. Кому-то подходит, знаете, кому-то подходит сидеть 3 года обсуждать эмоции или вспоминать детство. Нравится? Ходите. Если вам это помогает, ради бога. Но когда у вас происходит реальная проблема, когда у вас панические атаки, вы задыхаетесь дома, сидя, просто тревожность, не можете выйти на улицу, агорафобия, фобические расстройства, не можете летать в самолете, когда у вас депрессивное расстройство, вы не можете даже встать с кровати. То есть такой малый или большой депрессивный эпизод. Когда у вас обсессивно-компульсивное расстройство, вы не можете уйти из дому, не перепроверывая все тысячу раз, постоянно отвечаете на звонки, считаете какие-то вещи, когнитивно-поведенческая терапия решает эти вопросы. Личностная терапия, которая касается не терапии расстройства, а именно терапии личности, есть тоже доказательная медицина, доказательная база в области схемотерапии. То есть если раньше думали, что психоанализ работает с личностью, то сейчас психоанализ это такое больше хобби, может быть, да. Но именно в психотерапию берут, именно в схемотерапию, потому что она тоже имеет доказательную базу. Если психоанализ имеет очень сомнительную доказательную базу, и не доказана его эффективность, есть много там, или допустим, гештальт-подход, много там фокус на эмоциях. Эмоции это продукт мысли. Меняем мышление, правильно. Меняем коррекционный опыт, меняем опыт человека. И меняется эмоциональный фон. А не сидим рассасываем мыши. Можешь попробовать все-таки людям рассказать, о чем вот речь идет? То есть вот эти... Что такое схемотерапия? То есть что-то чуть больше... Схемотерапия это терапевтический подход, в котором человек рассматривается, как набор неких глубинных убеждений и схем, то есть отношения к внешней среде. Как они формируются? У человека есть биологические базы. Скрипты, короче, у него. Да, да. Есть биологические базы, то есть темперамент. Есть много разных темпераментов, не только санфинник, флегматик, аллерик и меланхолик, как мы привыкли. Есть много тревожно-сенситивный, там тревожно-мнительный, избегающий, там... Короче, инертный. Много разных подходов есть к оценке типа нервной системы. Это то, что дано. С чем родился человек? Это реакция его организма на раздражители. Это константа? Да. Можно, там есть три показателя, там сила, гибкость и устойчивость, и при этом они как бы не особо меняются. Можно что-то выработать, натренировать, но, как правило, это то, с чем вы рождаетесь и всю жизнь живете до самой смерти. А есть опыт. В первой социальной группе в семье, во второй социальной группе школа, учеба там, институт работы и так далее. Психотравмирующие события, то есть как они формируют убеждения и все остальное. То есть по сути схемотерапия говорит о том, что вы набор ряда убеждений, мыслей, чувств, которые связаны с негативным опытом, который наложился на ваши биологические основы, на скелет. Биологические основы это скелет, мышцы это по сути, ну такая вот метафора, мышцы это негативный опыт, а ваше поведение, это уже ваши схемы и убеждения. Так, например, если у человека есть схема некомпетентности, потому что ему в детстве всегда говорили, что он хуже его брата, то у него будет глубинное убеждение, я хуже других, а правило жизни будет лучше избегать контакта с другими, потому что если я буду с ними общаться, они увидят, что я хуже других. Или другое, гиперкомпенсаторное, я должен делать все максимально хорошо, перфекционизм, я должен делать все идеально, тогда люди не узнают, что я некомпетентный и не бросят меня. То есть схемотерапия, это тоже доказательный метод, который имеет протокол, четкий протокол, количество встреч, план терапии, то есть что такое протокол? Протокол это, грубо говоря, план, по которому мы идем, проводя... Туда впихнули аналитику уже. Четкую, да, то есть это все работа, потому что оплачивается по страховке, потому что страховая компания знает, за что она платит, а не так, что мы будем проводить терапию и в какой-то момент вы придете, в какой-то там момент придете к инсайту, что там где-то что-то в детстве было не так. Детство это важная часть нашей жизни, она многое определяет, но ведем мы себя неправильно часто, не из-за детства, а исходя из наших деструктивных моделей. Так, есть схема терапия и есть когнитивно-поведенческая терапия. Можно об этом? Да, когнитивно-поведенческая терапия это подход, который изучает наши модели поведения и реакции на внешний мир, исходя из мыслительных процессов. А процессы у нас базируются на основе опыта и опять-таки биологических основ. А в чем тогда разница? Между схемой терапии и когнитивно-поведенческой. Когнитивно-поведенческая меняет, скажем так, модель поведения в контексте расстройств. Например, Например, депрессивные эпизоды, человек депрессирует, у него там проблемы, он не хочет никуда идти. Меняется убеждение таким образом, например, у него есть цикл изоляции, он сидит дома, например. Ну не когда карантин, а когда можно общаться. И у него, допустим, мысль, я одинокий и никому не нужный. Задача когнитивного поведенческого терапевта сделать так, чтобы у человека увеличилась активность, нормализовался сон, питание и все остальное. Задача схемы терапевта – изменить убеждения по поводу себя в целом. То есть он, например, приведу пример. Есть люди, которые, допустим, там у него схема нестабильности отношений, схема некомпетентности, схема дефективности. Например, такой человек считает, что его обязательно бросят, потому что он никому не нужен и плохой специалист, например, и плохой семьянин. Вот эти вот там три схемы комбинируют в этом. И тогда такой человек всю жизнь выстраивает отношения, бросая первым, чтобы не бросили его, например. Бей первым, чтобы не ударили тебя. Или, например, такой человек имеет параноидные тенденции. Ну не паранойю, как расстройство, а параноидные тенденции. Например, не доверяет людям, очень подозрительные. Или человек, который стремится, всегда, допустим, стремится к гиперконтролю и прибегает к насилию дома. У него нет расстройств в контексте психическом. То есть у него нет панических атак, фобии, оксинокомпульсивного расстройства. У него расстройство поведения и у него расстройство личности. То есть расстройство личности. Схема терапии работает с личностью, когнитивно-поведенческая терапия излечивает от расстройств. В этом-то разница. Прояснилось, однозначно. Меня беспокоит один вопрос, как научное сообщество нашей страны воспринимает человека, у которого пол тела в татуировках и еще и тоннели в довесок. Насколько тебе легко, чтобы тебя слышали? До того, как начинаю говорить, сложно. Когда начинаю говорить, люди как бы вникают. Все-таки они сквозь фильтр этот. Да, хотя я хочу сказать то, что совсем старая школа, они очень скептически относятся. Они не хотят учиться, не хотят ничего менять. Большая часть психиатров это чисто таблеточники, которые только таблетки выписывают, медикаментозное лечение. Но мне нравится подход нового поколения к этому. Многие сейчас психотерапевты, психиатры и вообще в принципе научный мир сильно меняется. Сейчас уже нет таких стереотипов. Например, для меня авторитетом в мире психиатрии в Украине является Олег Сазонтович Чабан. Очень крутой человек. Это просто прям ему большое спасибо в этой области. в области психоэдукации. Он обучает людей, рассказывает, что такое психиатрия и как это работает. Он читал в нашем институте, он резидент нашего института. Он читал у нас. Вообще он, скажем так, занимается именно психиатрией в первой больнице железнодорожной, там где, на Концюбинского. Он врач, он крутой специалист. Мне он очень нравится. И вот что мне нравится в нем, что он, допустим, и к татуировкам, и ко всему относится спокойно. Он сам такой классный. Мне нравится, как он всегда одевается на лекциях. Там у него жилеточка, там костюм тройка и он такой динамичный. Блин, он очень классный мужик. Очень. И вот таких специалистов сейчас все становится больше и больше. Несмотря на то, что они там в возрастной категории значительно старше, чем я, то есть он в два раза старше меня. Даже больше, чем в два раза. Но он при этом, он открыт, то что я говорил, open-minded. Он такой, он открыт к новым подходам, новым знаниям. Он готов меняться. Там один раз он говорит одно, потом говорит, ребята, вышли исследования. Говорят о другом. Давайте менять концепцию. То есть таких вот специалистов становится все больше и больше. Олег Романчук тоже такой специалист. Андрей Карачевский, там Ольга Сергеенко. Вот это вот специалисты, которых там Валентина Парабей. Вот это специалисты, которые такие, ну меняют свое отношение к этому. Для меня это, скажем так, люди, эти люди для меня относительно мирового сообщества авторитетов. То есть ты контактируешь уже с такими там новой волны, скажем так. Да, да. Стараюсь. Ну нет смысла, знаете. А с этими, ну да. Ну это просто трата. Во-первых, у меня на одном интервью было, там человек увидел, что у меня татуировки и по татуировкам поставил мне диагноз. Сказал, что у меня там, что у меня проблемы какие-то. Хочу тебя познакомить с еще одним гостем моей студии. Смотри, вот такая обезьяна сидит на планете. Сама и думает. Чешет себе репу и думает, думает. И она вот такая одна и вот что-то она символизирует. А мне кажется, символизирует она всех нас, кто смотрит YouTube и предпочитает молчать дальше и думать, что же там такое. Пиши, задавай вопросы и я тебе на них обязательно отвечу. Ну мне часто тоже диагнозы ставят, особенно в рекламных постах. Да, так это, чтоб ты понимал, мне поставил диагноз там психиатр, ну московский, такой тяжелый старый психиатр. В то время, как его лучший друг со мной на этом интервью был и мы с ним очень хорошо, ну так, пообщались. И у нас сейчас очень классные отношения. Мы сейчас на разных каналах встречаемся, на разных передачах. И мы, блин, я очень хорошо к нему отношусь. У нас классные с ним взаимоотношения. Вот типичный пример того, как одногодки, которые учились вместе, по-разному воспринимают. И те, кто не могут адаптироваться, как говорил Даррен, выживает сильнейший, подсильнейший подразумевается от более адаптивный. Кто умеет адаптироваться, тот выживает. Те психиатры, у них уже, наверное, и пациентов нету, они уже такие, ну либо работают чисто в больнице. Загнанные лошадки. Ну да, они уже так, скажем так, пережиток прошлого. Сейчас вот эти специалисты, психологи, психотерапевты, психиатры нового поколения, они в топе, к ним все тянутся. Вот так вот. Слушай, у меня в гостях была Оля Маслова, она биолог клеточный, вот. И мы, кстати, затрагивали там тему сна, настроения вот этих вот. И по поводу фармакологии чуть-чуть зашли. И из того, что я понял общаясь с ней, что это такая очень еще не исследованная штука. То есть там допустим какой-то обратного захвата серотонина. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Да, это тип антидепрессантов. Вот. Там же не совсем понятно, то есть насколько я понял, для того, чтобы человеку выписать какую-то таблетку, надо еще и провести тесты и увидеть, как, или уже все намного более глубоко. Сейчас я объясню. Дело в том, что сейчас в некоторых странах есть такая штука, как секвенирование гена, когда можно посмотреть, где конкретно что-то сломалось. Так. Это стоит дорого, но никто это проводить не будет. Подавляющее большинство специалистов в области психического здоровья, ну психиатры, выписывают не то чтобы прям методом тыка, но они берут, скажем так, антидепрессант там широкого профиля, то есть который больше действует, либо который там менее токсичный, ну который имеет меньше побочек, выписывают. Если человек говорит, что ничего не меняется, мы его меняем на другой препарат. Например, есть, допустим, МАО, ингибиторы МАО, монаминооксидаза, это один класс антидепрессантов. Это второй. Есть три цикличные антидепрессанты, это второй класс. Третий класс это осиозы, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. То есть, и допустим, в зависимости от разных там побочек, в зависимости от там диагностики, выписываются разные препараты. И к чему? Эта диагностика, она на каком уровне? Это мы говорим? Да. Либо я в каком-то агрегате, который меня как-то меряет? Мы по большей мере говорим. А. Я правильно сказал Маслова по этому поводу. Это такой ящик Пандоры. Чаще всего, конечно, если связано с активностью физической, если там всё было хорошо, а в последнее время плохо, это чаще выписываются селькины, ингибиторы обратного захвата серотонина. Потому что серотонин связан с активностью и со сном. Потому что серотонин – это антагонист мелатонина. То есть, получается, он ароматизируется в мелатонин, превращается в мелатонин. Мелатонин – это гормон сна. Чем больше активности, кстати, это маленький светик, чем больше у вас активности, тем лучше у вас сон. Только тут нужно ещё соблюдать гигиену сна. Целый перечень того, что не нужно делать в кровати, и что нужно делать перед сном. Так вот, все Маслова правильно сказала. Это такое, это океанское дно, ничего ещё не понятно, но значительно продвинулись в этом плане за последние 20 лет. Потому, да, сейчас нужно это изучать. Сикнирингена – классная история, но у нас такой возможности сейчас нет. Впоследствии мы точно будем знать, какой препарат, точно, что повлияло, как надо. Опять-таки, из-за того, что у нас будет аналитика, вернее, уже есть. Хорошая машина, которая будет этим заниматься, и это будет дешево. Потому, что сейчас это супер дорого. Это просто дорого. Я вижу, что сама технология просто дорогая очень. Или о чём ты? Проведение этого теста дорого. Это точно также, как проведение, допустим, теста на родственные связи, ДНК. Это тоже дорого. Всю жизнь воспитываешь не своего ребёнка. Потому, что денег не собрал. Так, сейчас посмотрю, что я ещё выписывал себе. Прямо у тебя, то ли в посте, то ли где-то ты был, я не помню, подслушал про вирус паники. Моё мнение такое, что мы сейчас имеем дело с вирусом паники, реально. И выгребаем этого последствий в N раз больше. То есть, в какой-то стране, я уже не помню, в общем, решили запретить упоминание в медиа вирус, коронавирус, ковид, вот эти вот, короче, все. Ты как считаешь, это вообще разумно или нет? Ну, допустим, есть Швеция, страна, да, где у них карантин, карантинные меры не такие. Люди хотят, гуляют, хотят, носят мазки, нет. Хотят, работают очно, хотят, работают дистанционно. То есть, у них там даже бары, вот один блогер какой-то снимал, недавно рассказывал там, как у них сейчас в Швеции. Он говорит, у нас бары, рестораны работают, только сделали количество посадочных мест меньше и рассадили так. Ну, то есть, все работает, ну да. Чтобы больше было расстояния, там превентивные меры типа санитайзеры всякие, ну, в общем. И количество заболевших у них, ну, как бы не выше. У нас проблема в том, что многие люди, которые реально здоровы, диагностируют у себя проблемы, ложатся в больницу и сейчас вынуждены переформатировать даже психоневрологические отделения в отделении инфекциологии. И люди, которые реально болеют, не имеют уже возможности туда попасть. Вот это для меня, честно скажу, самое-самое страшное. Лучшая вакцинация от вируса паники – это обознанность в данном вопросе. Понимать, как работает маска, какая маска помогает, какую вы носите просто так. Какие респираторы нужно носить, FFP2, например, а есть FFP3, это вообще там для врачей крутые маски, там 98% защиты. То есть вы должны понимать, что лучшая вакцинация – это образованность. Просто критическое мышление и образованность. Потому что количество смертей, да, оно растет, где-то оно останавливается, где-то чуть меньше, где-то растет. Но это все равно не выше, чем смертность от сезонного гриппа или туберкулеза. Однако, если мы не будем правильно воспринимать обстоятельства, мы будем настолько сильно тревожиться, что это повлияет на наш иммунитет и реально начнем болеть. То есть тревога напрямую связана с иммунитетом, а иммунитет зависит от тревоги. Вот такая вот история. То есть из-за того, что человек сильно тревожится, у него начинается ацидоз, из-за ацидоза снижается клеточный иммунитет, человек болеет. Вполне разумно. То есть страх у нас получается все-таки опаснее вируса, я думаю, в статистике. Да, 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 да. Потому что такая вот группа риска, это мы знаем-то там старики, там возраст определенный и проблемы с иммунитетом, люди, которые пережили инсульты, люди, у которых были недавно операции, люди, которые пережили инфекционные заболевания. То есть это группа риска. Таких людей хоть и много, но это не подавляющее большинство людей. Но страх это то, что свойственно почти всем. Есть только одно заболевание, при котором человек не может бояться, например. И все. Я просто общался с одним врачом, и он говорит, что все плановые операции сместили на неизвестно когда. Да. Вот. И я думаю, блин, а это же люди, ну кому-то реально, оно для жизни надо. Зубные. Не, ну если допустим, что значит плановая. Он говорит, плановая, для чего она плановая? Чтобы не стать экстренной. Да. Вот. Или когда она станет экстренной, никто не знает. И вот тогда будет, да. Например, некоторые даже челюстно-лицевые хирурги сейчас работают, потому что казалось бы, да, просто типа зуб мудрости растет. Да он растет так, что там уже такая щека нагноение, нужно уже, там сепсис будет, ну то есть нужно резать. Да, потому и тоже эти ситуации понятны, потому что нет мест, потому что это лишняя провокация, скажем так, распространению инфекции. Эти меры мне, например, понятны. Ну что, давай про будущее попробуем. Давай попробуем. И может быть какой-то резюме сделаем. Как думаешь вообще, вот насколько эта штука повлияет на наше общество в хорошем смысле? В хорошем. Во-первых, далеко не все, я думаю, процентов из всех, кто сейчас начали резко беспокоиться о своей гигиене, процентов 10 останется только, но начнут беспокоиться о своей гигиене. Это раз. Второе, люди начнут думать и жить не сегодняшним днем, а начнут наконец-то на такие экстренные случаи собирать какие-то деньги. Начнут, перестанут жить так расточительно, как жили. Многие люди уже займутся спортом на постоянной основе. У меня есть много знакомых, которые никогда спортом не занимались и просто от нечего делать начали бегать. Эти люди сейчас выглядят значительно лучше. То есть люди продолжат заниматься спортом. Это положительные моменты. Многие разведутся. Тоже положительные моменты. Зачем жить с человеком, с которым ты в критической ситуации разводишься? Ну, что рвется, пусть детонша там рвется. Пусть рвется сразу. Я ни разу не слышал истории, что прекрасный брак закончился разводом, кстати. Это дичайшая несправедливость. Это абсурд. Когда человек говорит, я развелся, все начинают жалеть. Типа, да порадуйтесь за него, у него теперь все в порядке будет. Да, не, ну если он стал в два раза беднее после этого, знаешь, ну если бы половина ушла в никуда. Но у него появился шанс, потому что раньше не было. Да, сейчас, да. Ну, то есть вообще в принципе развод это не столько негативное понятие, сколько я считаю положительное. Потому что если люди все-таки развелись, пошли на это, значит, да. Это шаг, это изменение, то есть возможность что-то поменять в своей жизни. Да, вот. Помимо этого еще, что хорошо, у многих людей появятся новые навыки. Наконец-то кто-то научится говорить на английском. Кто-то начнет выстраивать коммуникации. И что немаловажно, люди станут более контактными. Несмотря на то, что многие тревожатся, подавляющее большинство людей станет более контактными. Они начнут общаться. Ну и ценить сам момент общения. Они начнут ценить кофе, блин, не дома. Они начнут ценить кофе в каком-то ресторане. Ну да. Эспрессо, он будет его так тянуть. Будет всплеск хороших отзывов. Будет втягивать так, что когда допьет кофе, чашка будет чистая. Я вспомнил такую штуку, мы говорили про это, сознание определяет бытие. Я про отзывы вспомнил, мы с лояльностью работаем. И интересная штука, если человек пишет говняный отзыв, вот такой прям абсолютно неконструктивный, какую-то гадость просто. Если зайти к нему в профиль, посмотреть, то там можно увидеть, что там процентов 70 от таких отзывов. Ну да, это такая тенденция. Чаще всего такое бывает. А если посмотреть человека, который написал хороший развернутый, то можно зайти в его профиль и увидеть, там их много. И вот что получается, они живут в одной и той же стране, пользуются одним и тем же. У одного человека в большинстве случаев все прекрасно, а у другого все очень плохо. Все виноваты, кроме него, кстати. Вот что самое интересное, то что все делают не так, как надо, а вот он один знает, как надо. Но менять он ничего не будет. Конечно. Потому что он идеальный. Потому что все должно само поменяться. Во-первых, а во-трых, он идеальный. Зачем мне меняться, если я так классный. Так что всплеск хороших отзывов. Как прекрасно. Я помню Диму Борисова, у него сеть ресторанов. И он где-то рассказывал про ту же лояльность. Говорит, вот типичный текст плохого отзыва. Уже два года пользуемся этим заведением. Вот. И вот тут и, значит, понеслась один балл. Он спрашивает, если ты два года пользуешься, тебе все было классно. Где же твой хороший отзыв? Нет, даже не так. Если ты два года пользуешься и все, допустим, хорошо было, а только один раз плохо, напиши рекомендацию. Ну да, поставь 4 балла. Но статистически я был там 20 раз. Я делаю по-другому. Один раз случилось плохо. Значит… Я делаю по-другому. Если один раз было плохо, я ставлю пятерку и пишу. Все было круто, мне все понравилось. Однако вот такая пренеприятнейшая ситуация. Я ставлю пятерку, потому что мне всегда до этого там, допустим, было комфортно. Скажите, как мы можем регулировать этот момент, чтобы я больше не сталкивался с такой ситуацией. Человеку, который поставил единицу, дают меньше ништячков, чем человеку, который поставил пятерку и написал такой вот отзыв. Конечно. 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 Что еще хорошего? Отзывы хорошие. Люди начнут рады быть, видеть друг друга. Физическая активность. Хорошо. Подожди. Образованность. А есть другая сторона. Вот человек был на ненавистной работе. И это его так называемая зона комфорта. Хотя мне не очень нравится этот термин. Это то, что он делал достаточно долго. Вот так вот назовем. И тут, короче, все. Вот оказался он на несколько месяцев как бы не удел. Я думаю, что если он до этого не учился, то вряд ли он будет учиться эти два месяца. Вот. И заканчивается карантин и надо идти дальше на работу. Вот как думаешь, он пойдет дальше на ненавистную или все-таки начнет там? Я думаю, ситуативно. Скорее всего, если он работал на ненавистной работе, он ее уже потерял. Человек, который работает на работе, которая ему нравится, он за нее держится. То есть он работает, даже если не нужно работать. Например, есть люди, которым даже не платят за работу, но они все время мониторят и говорят, может я чем-то могу помочь. Работодатель скорее не уволит такого человека. Конечно. То есть он, да, он как бы на безоплатном отпуске, скажем так, за свой счет, но работодатель видит, что человек старается и продолжает быть лояльным по отношению к нему. Человек, который работал на ненавистной работе, это люди, которым везде плохо. Вот ты правильно заметил с комментарием вот этим вот негативным. Есть люди, которым всегда всего мало, всегда плохо. Что бы ни было, вот как бы ни менялось. Допустим, живешь в убогой там какой-то захолустье, ешь какую-то мивину там все время, да, там какие-то, не знаю, какие-то вот эти роллтоны или что. Кушаешь только это, больше ничего не делаешь, учишься там, маломальски с тараканами живешь, тебе нормально. Ну, ты терпишь, потому что ты ответственен там за себя. Переезжаешь в лучшие условия, ты уже начинаешь искать какие-то, ну, сначала радуешься, потом, потом приезжаешь еще лучше, опять что-то. Меняется обратно, возвращаешься в этот источник, скажем так, всего этого негатива и понимаешь, только тогда понимаешь, что было по-другому, но все равно недоволен. То есть есть люди, которые недовольны всем и всегда. Это как люди, которые опаздывают. Они всегда будут опаздывать. Даже если очень сильно один раз наказать этого человека, он какое-то время будет. пунктуален, потом опять будет. Ну да, потому что он из-под палки, он не из своей системы ценностей. Да, да, да. Это то, что мы говорили. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Если человеку нужно объяснять, почему ты должен быть вовремя. Я ж не знаю, разные бывают ситуации, например, там оператор может его сдать или еще какая-то ситуация. Ну, помимо того, что ты уничтожаешь свое время, да, ты же тратишь время там человека, который тебе деньги платит. Слышал про такую тему, что те люди, которые опаздывают, это те люди, которые думают, что они бессмертные. Да, да, да. В том плане, что они не ценят время, потому что думают, что его без лимитов. Да, блин, время очень такой ресурс серьезный. И невосполнимый. Нереально восполнимый, да. Можно отнять у кого-то. Есть такие ситуации. Опоздать. К примеру. Заставить ждать. Не просто опоздать, а заставить ждать. Да, да. И не перейти в итоге вообще. Расскажи, я думаю, что тебя, блин, мне недавно рассказали шокирующую хрень. Вот просто шокирующую. Я вспомнил вот то, о чем я тебе хотелось проспеть. Какая-то девушка, четыре недели или сколько? Сколько она курсы проходила психологом? Да, четыре. Четыре или пять недель онлайн-курсы. Супер, класс. Онлайн-курсы, да, ей выдали уже какой-то там сертификат и она может принимать людей. Не может. Сейчас объясню. Не может. Во-первых, для того, чтобы вы официально по закону могли принимать, называть это терапией, это в законе прописано, вы должны иметь медицинское образование и либо должны быть аккредитованы. Вы должны пройти аккредитацию, получить аккредитацию, чтобы ее пройти, чтобы вы понимали, в области когнитивно-поведенческой терапии сейчас что нужно, чтобы получить аккредитацию? Пять лет образования, то есть учиться пять лет. Сейчас уже раньше было там три с половиной, там четыре, четыре с половиной, сейчас уже пятерочка будет лет. Пять лет вы должны учиться. После этого вам нужно защитить восемь случаев, то есть вы должны принести реально решенных восемь случаев, пройдя супервизии. То есть это должны принять на комиссии. Дальше, мультидисциплинарная комиссия потом еще это все утверждает. После этого вы должны аудио или видео своих терапий снять несколько, еще найдите пациентов, которые согласны на это. Более того, пример, там один человек снял более 12 видео и ни одно из видео не приняли, потому что то по времени он неправильно провел терапию, задержал, например, либо пошел не по протоколу, либо не выполнил. То есть очень много, смотрите, чтобы аккредитоваться в когнитивно-поведенческом подходе, это такой титанический труд, после этого нужно пройти стресс-интервью, так называемый стресс-экзамен. Очень сложный, много вопросов, вам дают разные ситуативные задачки, после этого вам нужно постоянно подтверждать свою практику, что это нужно делать для этого. Необходимо постоянно получать сертификат от организации, которая там, допустим, является в мировом сообществе, относится к мировому сообществу, что у вас есть право на практику. Ну, то есть, короче, иначе говоря, у нас по факту в Украине людей, которые имеют право называть себя психотерапевтами и проводить реально именно психотерапию, называть это психотерапией, раз-два и обчелся. Тебя, наверное, очень не любят за такие речи. Ненавидят. Многие вообще говорят, типа, не лезь, занимайся там своим вот этим, вот там КПТ, занимайся там своей вот этой медицинской историей, не лезь там. А многим помогает, многим помогает, но есть же и такая штука, как ятрогенные заболевания. Ятрогенные заболевания – это тип заболеваний, которые появляются вследствие некомпетентной работы некомпетентного специалиста. То есть можно навредить тот случай, когда? Очень большое количество случаев, когда ко мне приходят с ятрогенными заболеваниями от других психологов, так называемых, или там психотерапевтов, которые себя считают психотерапевтами. Как выбрать специалистов? Все очень просто. Схемотерапия, когнитивно-поведенческая терапия. То есть есть два метода, которые могут, не могут, вернее, которые называются научными, которые подтверждены, одобрены. Это всемирная организация здравоохранения рабочими, которые подтверждены тысячами исследований, которые, более того, это комплексные, рандомизированные, с эффектом плацебо и двойным слепым методом. Короче, что угодно там все есть. Все эти методы реально тупо замерены настолько сильно, что уже просто, если кто-то еще захочет проводить исследование в области КПТ, ему скажут, хватит тратить наше время. Хватит уже, сядь, опусти руку. У него что должен быть у этого специалиста? Диплом? Как его понять? Или он просто такой выпустился из универа своего? Да, в большинстве случаев у пациента есть право попросить, продемонстрировать свои регалии. Опыт. Опыт, регалии, то есть сертификаты, какие есть, с какими расстройствами он может работать. Например, в КПТ под каждое расстройство отдельный сертификат. Ага, то есть есть еще и как кафедра, да? Да, например, там у меня, допустим, есть сертификат работы там с перфекционизмом, прокрастинацией, к примеру, да, есть сертификат работы с генерализованным тревожным расстройством. Сертификат, позволяющий работать там, допустим, подтверждающий мою там компетенцию в области депрессивных расстройств, там, панических атак. Короче, все это, ну, это такая стопка должна быть, то есть, помимо этого ты должен быть... То есть это не PDF-ка сказать? Это нет, это все не так просто. Это все непросто, это тяжело и попробуй еще, ну, аккредитуйся. Непростая история. Ты, я так понял, ты не здесь учился, не в Украине, правильно? Я учился и в Украине, и не в Украине. Это твое собственное как-то воле, изъявление или... Да, ну, там была возможность, я поступил и, ну, в целом и тут, и там учился. И у нас тоже есть неплохое образование, просто нужно понимать, где и у кого брать эти знания. Но даже наши, те, кто сейчас, там, институт когнитивно-поведенческой терапии, которые, они же на базе Оксфордского. То есть это Оксфордская программа, и они напрямую с ними взаимодействуют и аккредитацию делают такую же через Оксфорд. Это, ну, быть аккредитованным, это, еще раз говорю, это непросто. Это работа, это непросто. Спасибо большое Романчуку, Олегу, который этим всем занимается, и всей его команде. Они прям, они очень скромны, их, как бы, нигде не видно, никто о них не слышит, но те, кто надо, знают о них. То есть им большое спасибо за это. Круто. Доказательная медицина, наконец-то, пришла в Украину. Особенно в этом деле. Именно в области психотерапии, да. Потому что это же такая штука, ну, казалось бы, да, она в информационном таком поле, да, как многие думают. Но то, что это имеет последствия на уровне тела. Пока не столкнутся. Вот, об этом я думаю. Люди пока не сталкиваются, не понимают. Знаешь, как это, ну, вот слово психосоматика люди, когда слышат, они сразу... Ой, они все, что угодно туда пихают. Да, это сразу все, там, эзотерика, чакры. Да-да-да-да. Вот, хотя история более чем... Нет, это все очень простая история. Тревожишься, нервничаешь. Тревожишь адреналин, норадреналин, кортизол увеличивают количество сахара в крови из-за процесса катаболизма. Расходует больше гликогена, то есть депо, печень начинает работать совсем иначе. Вырабатывается больше сахара, меньше инсулина. Из-за чего что? Диабет второго типа. Продолжая вас знакомить с гостями этой студии, это Ганеша или Ганешик. Бог мудрости и удачи в индуизме. И для того, чтобы получить его благосклонность, необходимо ставить лайки к этому ролику. Это когда палец вверх нажимают. Понервничал пару месяцев. Оп, диабет второго типа. Проблемы с дыханием связаны с паническими атаками, головокружение, сосудистые спазмы, нарушение двигательного аппарата. Все это, допустим, вот это все связано с функциями психики. Короче, надо себя беречь от лишних нервов. И разбираться. То есть тоже вырубить не получается, если у человека... Мы же не роботы. Мы же не роботы. Есть люди, которые там не так эмоционируют. Но мы же не роботы. Мы все живые. Ну что, дадим людям какой-нибудь, может, совет, книжку, напутствие. Да, я рекомендую почитать книгу. Она простая. Но, скажем так, ее написал человек, который разработал схемотерапию. Чтобы вы понимали, о чем схемотерапия. Если когнитивно-поведенческая очень понятная, то схемотерапия... Вот книгу написал Джеффри Янг. Книга называется «Прочи замкнутого круга». Он рассказывает, в какие ловушки попадают, какие ошибки совершает человек на основе когнитивных искажений. То есть когнитивно-поведенческая терапия плюс ряд там схем и дисфункциональных убеждений. Вот эта книга неплохая. Дэниел Каннеман. Классная книга у него. «Думай медленно, решай быстро». То, что мне нравится. И неплохая книга «Антихрупкость». Еще немножко кто-то слышал. Насим Талеб. Да. «Эмоциональный интеллект». А, «Эмоциональный интеллект». Я вспомнил. Да, 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 да. Я вспомнил. Расскажи нам, пожалуйста, про эмоциональный интеллект. Сейчас очень популярно, и все в разных сферах используют это слово «эмоциональный интеллект». «Эмоциональный интеллект». Когда я вижу, что человек использует это слово, я понимаю, что к науке он имеет отношение чуть меньше, чем никакое. Либо совсем не понимает, о чем вообще идет речь, говоря про эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — это, в принципе, оксимирон, а не взаимоисключающий эти понятия. Эмоциональный интеллект. Дело в том, что за эмоции отвечает по большей мере другая область мозга. И когда мы спрашиваем, что такое эмоциональный интеллект, и для того, чтобы понимать, насколько люди не понимают, что такое эмоциональный интеллект, даже те, кто изучает, якобы, его и пропагандируют, они просто всё из области психического берут, впихивают в эмоциональный интеллект и называют это так. Так это не работает. Мы с моей коллегой Соней Лагутиной целую лекцию, почти 3,5 часа рассказывали о том, почему это не работает, что это такое, и прекратите нанимать этих тренеров по эмоциональному интеллекту, блин. Это не работает. Наймите тренера по коммуникациям, наймите тренера по когнитивным процессам, по когнитивным искажениям. Научите людей мыслить. Попробовать просто объяснить, почему не работает. Ну, относительно. Хорошо. Дело в том, что многие считают, что... Во-первых, тесты, которые считаются валидизированными, то есть, которые считаются рабочими в области изучения эмоционального интеллекта, когда проводился такой эксперимент, проходили люди два теста. Им не говорились вообще, ну, вводные. То есть, это слепой метод. Люди не знали, на что они проходят тест. Выяснилось, что вот эти два теста, которые один и другой считаются, типа, рабочими, показывают диаметрально противоположные выводы по одному и тому же человеку. Во-первых. Во-вторых, замерение эмоционального интеллекта очень ситуативное. Примеры там такие. Что бы вы сделали, будь вот такая ситуация. Что это за тест такой? Ну, типа там, ну, что... Или там, когда происходит вот так, я реагирую так-то. И там несколько вариантов ответов. Это как в такой ситуации, как бы ты поступил. Я не знаю. И несколько вариантов ответов. Да, ну, то есть, это так, ну, не проводится оценка. Нет исследований, которые подтверждают самый главный момент. Нет исследований, которые подтверждают наличие эмоционального интеллекта как явление у человека. Нет исследований, которые подтверждают то, что это как-то можно замерить, измерить или понять. И как это работает. Это вот уже, уже основываясь на этом, можно дальше не говорить. Но, когда я задаю вопрос специалистам, которые вот занимаются эмоциональным интеллектом, что это такое? Они мне начинают рассказывать, это способность человека коммуницировать в коллективе и так далее и тому подобное. Я говорю, хорошо, если человек, допустим, имеет какую-то особенность там своего характера. А, они говорят, что эмоциональный интеллект еще влияет на способность быть продуктивным, коммуникабельным и все остальное. Я говорю, вот два человека. Допустим, один человек имеет шизоидные тенденции. Шизоидные тенденции, это человек достаточно замкнутый, имеет малое поле общения, ограниченный круг интересов и так далее и тому подобное. Это не шизоид, как шизофреник. Шизоид это просто такой тип личности. Все уже сфинктеры позажимали. Да, 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 думают шизоиды. Так вот, это просто такой, ну, достаточно замкнутый, спокойный, с отсутствием чувства собственной важности, с адекватной самооценкой. Человек, у которого самооценка не завышена, не занижена, она ему все равно на критику. Вот такой человек. Он выполняет свою... Прекрасный человек. Он делает... Мне очень нравится. Десмотря на название, да? Да, мне нравятся люди с шизоидным расстройством личности. Так вот, они очень интересные в изучении, особенно, и ВКонтакте. Так вот, вот такие люди, допустим, они продуктивны в нескольких сферах, и он очень крутой, он круто работает. Он в своей сфере, если надо, дает задачи, коммуницирует кое-как, и все это он умеет. И другой человек, очень общительный, и все остальное, но, допустим, выполняет задачи там чуть хуже. У кого из них, вот у меня вопрос, высший эмоциональный интеллект, знаешь, что мне отвечают такие люди? Говорят, у того, кто коммуницирует. Я говорю, хорошо, но если эмоциональный интеллект определяет продуктивность человека, то вот этот вот является более продуктивным. Он говорит, ну, тут все так неоднозначно. Я говорю, если ты приходишь к врачу, сдаешь анализы на что-то, и он тебе говорит, тебе нужно пить таблетки, а ты говоришь, хорошо, какие? Он говорит, ну, честно говоря, сказать точно не могу, плюс-минус вот это. И в некоторых ситуациях, когда болезнь не изучена, так и бывает. Но психическое явление, такое, ну, как эмоциональный интеллект, оно не имеет под собой научной основы, никакой почвы. И человек, который описывал его, это вообще человек, по большей мере, журналист, а не психолог, хоть у него есть психологическое образование, работал он с журналистом. И нет никакой фундаментальной научной работы, скажем так, исследовательской, которая проведена с помощью биологических каких-то предикторов, замерения биологии человека, который говорит о том, что эмоциональный интеллект существует. А все, что не доказано, не имеет места в научном мире. Дело в том, что в научном мире действует презумпция виновности. Время доказательства ложится на того, кто выдвигает утверждение. В принципе, я верю, а вы опровергаете, тут не работает. Потому люди тратят огромное количество денег на то, чтобы какой-то человек пришел, рассказал им лекцию по коммуникациям и назвал это эмоциональный интеллект. Как это связано? Нет никакой, скажем так, взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и психическим здоровьем. Как они определяют это эмоциональный интеллект? Как его развить, эмоциональный интеллект? Интеллект, в принципе, как явление, то есть, допустим, IQ не развивается. Сейчас это говорится о том, что это, ну, типа, константа некая. Эмоции. Как связаны эмоции с интеллектуальной сферой? Дело в том, что интеллектуальная сфера, она не связана с эмоциональной сферой. Эмоции могут влиять на выбор. Ну, это понятно, да, то есть, эмоциональная сфера влияет на выбор. Но чем выше уровень интеллекта, тем ниже эмоциональная составляющая будет. Ну, то есть, люди очень интеллектуально развитые не всегда эмоциональны. Чаще наоборот. Эмоциональная реакция обратно пропорциональна уровню интеллекта. только медитация. Медитация крутая штука. Да. Работает. Это работает. Просто это мне вот да простят меня бизнес пасторы я не читал ее. Она у меня есть даже по-моему в каком-то в двух еще и переизданиях я на две купил. Но вот что-то вот не знаю. Там напихано все по чуть-чуть. Там все напихано, описывается как-то смутно, ничего не понятно, нет никакой доказательной базы, что это такое. И когда я начинаю задавать вопросы то есть реально то есть есть очень мы классную презентацию сделали то есть мы рассказали почему эмоциональный интеллект как понятия не может существовать потому что они друг друга взаимоисключают. Но есть эмоции есть интеллект. Да это не одно и то же. Это разные участки мозга. Абсолютно. То есть они пересекаются в каких-то моментах. Например за эмоции отвечает ретикулярная информация. Ну то есть миндалевидное тело, гиппокамп. За интеллект отвечает кора головного мозга и лобная кора по большей мере. Как? Ну то есть что они хотят этим сказать называя это эмоциональный интеллект. То есть как это не пришейка кобыля хвоста. Да ну то есть в общем абсолютно чаще всего некомпетентные специалисты. Не знаю как насчет всех. Есть короче скажу так. Есть люди которые пропагандируют эмоциональный интеллект, но это не плохие специалисты, а очень хорошие бизнесмены. Вот и все. Потому что какому-нибудь HR, который не разбирается вообще в том что такое психология, психиатрия или вообще сфера психического, ему легче взять модную штуку раскрученную эмоциональный интеллект и договориться с бухгалтерией или с чем, чтобы они купили вот эти вот курсы. Потому что это очень распространено и модно. Да это понятно. Потому что никто не купит курс по когнитивным искажениям. Сложное слово. Сложное слово. Обойдемте всей командой на когнитивные искажения. Когнитивные искажения, да. Давайте будем изучать когнитивные фильтры. Ну то есть никто не будет это делать. Потому что это сложно. Это нужно учить там. Кому это нужно. А вот эмоциональный интеллект звучит круто. Сейчас мы все начнем коммуницировать лучше. Это наладит наше общение. Мы будем работать лучше в группе. То есть она вот за счет какой-то своей простоты вот этой, она выстрелила. Потому что это такое, как научпоп. И за счет некомпетентности людей, которые часто этим пользуются. Вот и все. То есть люди, которые... Это классный бизнес. Ой, не научпоп, я не знаю, как это правильно назвать. Вот это футуристическая какая-то... Честно, не знаю, как это называется. Когда что-то выдумали, и оно так похоже на правду. Нет, это просто антинаучная чушь. Я называю это антинаучная чушь. Ну типа просто заработок денег. Гормоны счастья туда же? Нет, под гормонами счастья. Ну конечно, биологи... Книгу знаешь эту? Нет. Что это за книга такая? Ну только она тоже нашумевшая достаточно там... Лоретта Грациана Бройнинг, автор. Честно, не знаю. Гормоны счастья называешь? Пока читаю, знаешь, когда читаешь статьи научные или какие-то исследования, нет времени читать. Ну понятно то, что ты читаешь, что любой из нас не прочтет никогда в жизни. Оно просто будет неинтересно и непонятно. Да. Критическое мышление, медитация. Больше рацио, меньше эмоции. Да. И если эмоция зашкаливает, специалист. Да. Это правильное резюме. И пять, спорт. Спорт, физическая активность очень важна. Как ты со своими бицепсами сейчас вот живешь? Ты ходишь? Ну ты же в зал не ходишь? Ну я тренируюсь дома, мне есть чем себя занимать. У тебя есть эти утяжелители? Мне, мой товарищ дал гантели и гирюм, так что есть чем заниматься. Ну дома, конечно. Дома это так скучно, господи. Я еле, я еле справляюсь. На морально-волевых. Я просто, но я просто знаю, как будет тяжело, когда откроется зал. Ну да. Потому я просто немножко себя не слушаю. И если сейчас в текущей вот этой всей херне еще ничего не делать? Если еще на уровне тела начать умирать и атрофироваться? Я просто понимаю, что физическая активность, ну у меня есть серотонин, именно по любому нужен, потому мне нужна все-таки активность. Его сейчас триггеров не так и много. Да. Да. Вышел, пока дошел до транспорта. Вот это все, что ты ходишь. А так все время сидят дома. Спасибо тебе. Всегда пожалуйста. Было приятно с тобой познакомиться. Взаимно. Вот. И ты не такой нудный, как все психиатры. Спасибо. Спасибо. Я сразу понял, что человек с татуировками, можно доверять. Стопудово. Потому что когда я вижу психиатра там какой-то вот. У меня сразу. А стереотики сейчас меняются. Почему? Почему они в большинстве своем вот так хреново выглядят? Вообще. Ты замечал, что в нашей стране люди, ну вот казалось бы, человек. Только старая школа, а новые нет. Они бодрячком. Многие новые, да. Они так и должны выглядеть в моем мире. Но если человек реально как бы, ну в нем настолько, он настолько в себе как бы разобрал. И если он уже может помогать другим, то себя-то он там нормально должен прокачать по идее. Это стереотипы тоже. У них, во-первых, профдеформация. У всех психиатров, которые постоянно работают. Ну я же сейчас не работаю в психонерологическом диспансере. Эта история еще в интернатуре закончилась. То есть сейчас я работаю, ну с другой категорией людей. Но когда ты постоянно работаешь, допустим, особенно люди, которые работают в гериатрии. Это отделение стариков. Люди, во-первых, выгорают очень быстро. Во-вторых, профдеформация. Человек, ты уже собирают, они собирают анамнез. То есть если ты постоянно работаешь, вот допустим, у меня была часть интернатуры в гериатрии. Ты когда проводишь это сбор анамнеза, ты смотришь на, чтоб ты понимал, взгляд уже становится вот такой. Вот так вот с тобой общается человек. Ну то есть и сразу понимаешь, а галлюцинтогнозидром, а бредовые компоненты, понятно, выписываешь медикаменты и уходишь. Там нет, не вменяешь человеку какую-то там историю. Потому их можно понять, они выгорают, устают, зарплаты небольшие у них. Ну хороший психиатр знает, как заработать. Потому, потому неудивительно, что они вот так вот себя чувствуют. Ну дай им Бог здоровья, что я могу сказать. Ну что, заканчиваем? Заканчиваем. Спасибо, друзья. Берегите себя. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.